МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Поехали! Спортсменка из Чувашии уже вышла на олимпийский старт. На все 100. Почему со 100 баллами по ЕГЭ чебоксарские выпускники не уезжают учиться в столицу? Что в итоге? Каким стал 2013-й для Шумерлинского района? Примерно через полчаса начнется церемония открытия зимних олимпийских игр в Сочи. Но соревнования начались еще накануне. За день до официального старта в борьбу за медаль вступили могулистки. В их числе и Лена Муратова, представляющая нашу республику. По итогам первого квалификационного заезда Муратова заняла 18-е место и получила право участвовать во втором заезде, который пройдет 8 февраля. Первые 10 спортсменок уже вышли в финал. Остальные 10, среди которых и Муратова, станут известны в воскресенье. В 10 вечера пройдут финальные заезды могулисток. В Олимпийском парке в Сочи открылась выставка регионов. Экспозиция Чувашии представлена на объединенном стенде Приволжского федерального округа. До окончания игрной экспозиции будут работать представители республики. Проводить виртуальные экскурсии, отвечать на вопросы посетителей. Гостям экспозиции предложат дегустацию продукции Чувашских производителей. Кондитерские изделия, мед, оздоровительно-витаминный чай из лекарственных трав и растений «Аван». Атмосфера в Сочи очень праздничная. Очень приятная настроенность. Экспозиция, которая приходит на выставку. Выставка расположена на территории Олимпийского парка, прям недалеко от входа, поэтому мало кто пройдет мимо. И очень много здесь на самом деле гостей сейчас. Скоро стоит торжественное открытие Олимпиады, поэтому очень много сейчас посетителей. Буквально в настоящее время на стенде экспозиции Приволжского федерального оборудования присутствует заместитель представителя полномочного президента Российской Федерации ФПО Игоревна Галина Сергеевна. Она посетила и наш стенд, тоже Чувашской республики. Тоже представили кратко, рассказали ей о своем регионе. И еще немного фактов об Олимпиаде. Она и самая медальная, и самая компактная, и даже талисманов у сочинских игр целых пять. На любой вкус. По сравнению с Ванкувером количество соревнований в разных дисциплинах увеличено на 12. Соответственно и комплектов медалей 98. Самым большим олимпийским объектом в Сочи стал главный олимпийский стадион Фишт, который вмещает 40 тысяч зрителей. В тройку лидеров по вместимости зрителей вошли такие объекты, как Большой Ледовый дворец и Ледовый дворец спорта Айсберг. Оба эти объекта вмещают 12 тысяч зрителей. Официальными талисманами зимних олимпийских игр 2014 стали белый медведь, зайка и леопард. Образ зайки создала представительница Чуваши Сильвия Петрова, которая примет участие в сегодняшней церемонии открытия. Талисманами паралимпийских игр стали лучик и снежинка. Для зимних олимпийских игр в Сочи было заказано рекордное количество наград за всю историю зимних соревнований, а именно 1300 медалей. На их изготовление ушло около 3 килограммов золота, 2 тонны серебра и 700 килограмм бронзы. Их вес от 460 до 531 грамма. Для производства каждой медали необходимо 18 часов. К олимпийской тематике мы еще вернемся, а пока продолжаем выпуск. В Чуваши вал алкогольной продукции с поддельной акцизной маркой. Как освободить республику от нелегального алкоголя обсуждали на совещании у председателя кабинета министров с членами ассоциации алкогольного рынка. В 2014 году министерством экономического развития были проверены 16 муниципалитетов, в том числе города Чебоксары и Новочебоксарск. Были выявлены факты использования так называемых зеркальных акцизных марок. Сейчас эти дела переданы в МВД, идет проверка. Рейды ОБЭПа и МВД будут носить систематический характер, подчеркнул Владимир Аврелькин. Нужен более оперативный обмен информацией о контрафактной продукции между ответственными подразделениями, считает Иван Моторин. Сколько раз пресекали случаи, когда выявлено и из республики не вывозят эту продукцию, не возвращают производителю, а быстренько где-то ее спихивали. И как раз обмен информацией по трагнозорам здесь очень полезный был. Мы несколько раз именно выявляли, когда вот так побыстрому кто-то спихнуть захотел. Потом увидели, что перекрестки стоят деньги или еще что-то. И соответственно действия применялись. Сегодня, я так понимаю, именно нехватка обмена информацией, она чувствуется. Алкогольная продукция ненадлежащего качества в ходе проверок была обнаружена в магазинах республики. Вино и коньяки не соответствовали требованиям качества. Дела переданы в суд. Выявить оборот нелегальной водки бывает сложно, так как ее можно реализовать даже за день. Нужно прослеживать, куда дальше уходит брак. У нас в договорах со всеми участниками алкогольного рынка есть такая норма, что если забракованы продукции, то в месячный срок, в 30-дневный, они нам должны либо возвратные накладные предоставить, что они вернули тому, у кого приобрели это, либо акт уничтожения. Ну а чебоксарские депутаты продолжают отчитываться о своей работе перед избирателями. Накануне с жителями встретилась заместитель главы города Ирина Клементьева. Ирина Клементьева избрана от 16 округа столицы. К этой территории относятся более 60 многоквартирных домов, и поэтому львиная доля жалоб связана с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. На обращения граждан чиновники реагируют. В прошлом году в некоторых зданиях были заменены аварийные коммуникации кровли, отремонтировали в 2013-м и дворовые территории, где-то установили новые детские площадки. Обратили внимание власти на общеобразовательные учреждения. В зданиях школ были заменены окна, а в этом году планируют реконструировать и оздоровительный лагерь. В микрорайоне постоянно устраивают семейные праздники, а в ближайшее время здесь установят памятник семейным покровителям Петру и Февронии. Улучшение жилищных условий, оказание медицинской помощи, социальные вопросы. Именно с такими чаще всего обращаются к депутату-жителям. Я знаю, какие семьи, какие люди, какие у них проблемы. В это во все вникаю, потому что проблем на самом деле много. Их иногда просто решить, зная информацию. Люди не всегда все знают, и им приходится как-то быть трудно. В любой вуз их бы взяли, что называется, с руками и ногами. Но они решили остаться в родном городе и выбрали местные учебные заведения. Речь о так называемых стабальниках, о патриотах местного образования в нашем следующем сюжете. Два выпускника 47-й школы и выпускницы 49-й. Теперь этих ребят многое объединяет. Во-первых, они выложились на ЕГЭ на все 100 баллов. Но, во-вторых, при таких результатах стали студентами высших учебных заведений Чуваши. Сегодня они удовлетворили любопытство СМИ и ответили на главный вопрос. Почему? Долго думала, куда мне пойти. Думала или медицинский, или химический. Потом подумала, что медики – это востребованная профессия, и решила пойти на медицинский. Учеба в другом городе у меня даже не рассматривалась. Мне кажется, мне было бы тяжело в другом городе. Там я думала бы не об учебе, а как прожить, наверное. А медицинский требует большого внимания. Андрей тоже выбрал медицину и тоже в ЧГУ. Жизнь в большом городе его не пугала. Однако смысла куда-то уезжать молодой человек не видел. Я думаю, что здесь предоставили такие же знания и практические навыки, как и в других субъектах практически. Федерации, я думаю, они не уступают в наш Чебоксарский вуз, другим вузам. Что ж, учиться молодые люди решили в родном регионе. А вот о том, где будут применять знания, то есть работать, пока думают. В отличие от них еще одна стобальница. Кстати, тоже студентка медфака. Факультет от стоматологии уже планирует остаться. Стоматолог – это звучит престижно. Это престижная работа. Хорошо оплачиваем всегда. Для ЧГУ действует федеральная программа для регионов. Очень много возможностей для молодых специалистов. Всегда можно уехать в сельскую местность и получить подъемную. И выбором своих учеников и баллами в школе гордятся. Преподаватели отмечают – особого рецепта подготовки стобальников нет. Как бы банально ни звучало, главное – труд. Эти дети занимались дополнительно на факультативах. Ежегодно мы готовим их к олимпиадам местного уровня, городского уровня, республиканского уровня. И вот все это, плюс еще индивидуальная работа. С стобальным результатом не приходит ни сразу. Потому что, когда начинался именно единый государственный экзамен, у нас были 80 и выше баллов. А потом уже постепенно мы научились. Поэтому баллы получились – 92 балла, 96 баллов. Только вот в этом году стобальники. Так что это нелегкий путь. Кроме почета за успехи своих подопечных, преподаватели получают надбавку в стимулирующей части зарплаты. Ученики же главный подарок сделали себе сами – возможность выбрать вуз и учиться там бесплатно. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В Чебоксарах сотрудникам ГИБДД пришлось силой вытаскивать из руля пьяного водителя. Подозрительную машину во дворе по улице Сверчкова заприметили горожане. Они позвонили в дежурную часть. Когда инспекторы приехали по тревожному вызову, водитель попытался скрыться. Машина на полном ходу начала отъезжать назад. Сотрудникам ГИБДД удалось буквально на ходу открыть дверь и задержать нарушителя. Владелец приоры попытался оказать сопротивление полицейским, но силы были неравны. Автомобилист еле держался на ногах. Выяснилось, что в Чебоксар он приехал из Мариэл. Домой уроженец соседней республики вернется с выписанным протоколом. Теперь он может надолго лишиться водительских прав. Что посеяли, то и пожали. Шумерлинский район вслед за остальными подвел черту по 2013 годам и поставил задачи на будущее. А еще на площадке Тарханского культурно-оздоровительного центра открыли год культуры. В фойе развернулась выставка мастеров народно-прикладного творчества. Посетители могли познакомиться с искусством, которое создает народ. Национальными игрушками, вышивкой, костюмами, орудиями труда, фольклором. На празднике выступили самодеятельные народные коллективы, а также семейный ансамбль Шумерлинского района. И мы надеемся, конечно же, что год культуры в Шумерлинском районе позволит повысить культуру отрасли, повысить культуру в быту и преобразить в лучшую сторону сообщества нашего района. Итоги прошлого года и прогнозы на 2014 обсуждали уже в зале совещаний в присутствии вице-премьера чувашского правительства Михаила Янковского. Местная власть акцентирует усилия на развитие агропромышленного комплекса. В АПК заявлены инвестиционные проекты, среди которых строительство и реконструкция нескольких ферм. Это в будущем, а в настоящем актуальна проблема занятости людей на селе. По данным главы администрации, безработица в районе снижена. Вице-премьера беспокойно интересуется, что все уехали. На селе не должны быть безработных. У нас есть в крайнем случае личные подсобные хозяйства. Сегодня, знаете, у нас уже люди лично подсобные хозяйства. По пять, по десять голов коров содержат. Плюс на общественные работы очень привлекаем, стараемся привлекать людей. Ситуация в районе непростая во многих отраслях. Строят мало, в некоторых населенных пунктах нет магазинов. В 2014 году району предстоит решать и демографическую проблему, пока идет убыль населения и приводить в порядок дороги. Констатирую, к сожалению, что в администрации района в 2013 году эта работа была провалена. Лев Геннадьевич, примите как должное о том, что вы не сумели освоить 2,5 миллиона рублей, которые мы вам выделяли в разрезе Дорожного фонда на ремонт дорог внутри как раз вот этих населенных пунктов. Вы не нашли софинансирования. А в Комсомольском районе год культуры стартовал уже в конце января. Сейчас в муниципалитете набирает обороты марафон культурных событий. В его рамках проходят выставки, концерты эстрадных коллективов. Участвует в фестивале известный на весь район ансамбль Кубняночка. Формул их успеха изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Вместе их связала музыка, а точнее любовь к ней. Врачи, педагоги и даже чиновники из местной администрации свободны от работы время, спешат на репетиции в районе Дом культуры. Их выступления ждут и старый млад. На концертах всегда аншлаг. Такая популярность вполне объяснима. Народный ансамбль Кубняночка на сцене уже четверть века. Для артистов это уже не просто хобби, а смысл жизни. К увлечению, несмотря на плотный график, с пониманием относятся и родные. Дети говорят иногда в шутку, мам, как ты начал туда, в первое время это было, как начал этот нахор ходить, у тебя голос так прорезался, только так начал громко разговаривать уж. В этом коллективе нет случайных людей. Приходя в ансамбль без музыкального образования, многие начинают с нуля познавать нотную грамоту. Артисты Кубняночки, мастера на все руки. Они сами себе хореографы, композиторы и даже модельеры. Какой должен быть у артистов костюм? Яркий, должен быть оригинальный, чтобы ансамбль выделялся. Многие приходят сюда по зову души. Правда, кого-то в коллектив приглашают личные руководители. Кастингов не устраивают, но к людям присматриваются. Задерживаются надолго в ансамбле только истинные профессионалы. Они развиваются, они идут дальше, у них появляется интерес больше выступать. Сейчас начали молодежь учиться вести концерты в качестве ведущих быть. У руля Кубняночки долгое время стоит супружеская пара. Она генератор идей, он профессиональный музыкант и аранжировщик. Именно благодаря ему в репертуаре появились и известные эстрадные композиции. Сейчас коллектив делится на два состава. Кому-то классика по душе, а кому-то современные хиты. В фойе местного дома культуры фото летопись поездок ансамбля. Артисты часто выступают за пределами республики. Недавно побывали на фестивале в Турции. Каждый год пополняется и багаж наград. В Татарстане на республиканском фестивале они завоевали гран-при. Хотя на победу претендовали десятки известных коллективов. Видя такие успехи, в ансамбль приходят и новые лица. У нас прибавилось пять человек. Это очень большая цифра для одного-двух лет стабильных участников. Это же вообще очень интересно, это вообще здорово для тех, кто хочет заняться творчеством. А не идти куда-то, где коллектив сидит просто. В этом году у ансамбля наполеоновские планы. Артистов подстегивает год культуры. Необходимо подготовить программу и ко дню республики, который пройдет в Комсомольском. Кубняночка не останется без дела. Зрители они собираются поразить новыми номерами. Дмитрий Ковалев и Андрей Спирдонов. Республика. В Национальной библиотеке столицы открылась выставка «Мосты культуры». Это первый проект в Чебоксарах, который объединил творчество художников из Чувашии, Татарстана и Турции. Их экспозиция – это «Три взгляда и три мира». Они разные, но в то же время едины, отметили художники. Проникнуться их творчеством смогла и наша съемочная группа. Три художника и три культуры. На первый взгляд ничего общего. Виталий Петров – чувашский художник. В геометричность и нотную графику картин вкладывает мифологический смысл. У творца из Татарстана – космический. На картинах турецкого мастера – люди и их быт. Но стоит присмотреться, и можно найти то, что их объединяет – национальные традиции. Я нарисовал духа предков. Конечно, это не относится и к иконографии. Это просто я образу передаю. Ну, почитали, что дух предков любит души, нуждается во влаге. Любит. Поэтому им всегда, когда преклоняются, в шертовоприношении всегда льют воду. Здесь нарисовано, вот, она, видимо, льет на ее голову воду. Мы действительно едины. И то, что, несмотря на все трудности, которые претерпевает современный мир, нужно, наверное, любить свой народ, любить мир, опираться на свои корни. Является чудом то, что приходят люди, которые совершенно другие, живут в других местах, родились в других местах, росли по-другому. И кому-то может понравиться моя работа. Всего на выставке «Мосты культуры» представлены 30 картин нашего художника и по 16 приезжих. У жителей Чувашии появилась неплохая возможность сравнить и оценить их творчество. Посетить выставку художников чебоксарцы смогут до 15 февраля. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. И вновь об Олимпиаде. И посвящают школьные уроки различные соревнования и культурные мероприятия. В Чебоксарах в Национальном музее открылась персональная фотовыставка Валерия Железнякова «Стадион». Тоже в поддержку Олимпийского движения. Выставка «Стадион» посвящена Олимпиаде в Сочи. Здесь представлена серия работ авторского проекта «Модификация увиденного». Над ним Валерий Железняков работает с 2005 года. Объездил практически весь мир. Участвовал во многих отечественных и международных выставках. «Дистанция», «Встреча», «Кубок мира» – это серия работ, представленные в музее. Здесь фотографии с чемпионата России по спортивной ходьбе 2009 года, «Лыжни России» и других спортивных мероприятий. Эта выставка посвящена спортивному духу, то есть внутреннему состоянию спортсмена. То есть спортсмен, который несмотря ни на что, несмотря ни на какие-то невзгоды, несмотря ни на погоду или еще что-то, несмотря ни на какую-то травму, он практически ведет борьбу не только за выживание, а за победу. Это самое главное. Для того, чтобы снять какой-то один-два кадра, нужно бежать вперед спортсмену, так сказать. Это смешно самое. Валерий Железняков увлекся творческой фотографией в начале 80-х. Тогда приходилось снимать на пленку, быстро проявлять, печатать и все это делать своими руками. Работа в газете требовала оперативности. Валерий Александрович долгое время трудился в газете «Советская Чувашия», работал в столице, в молодежном курьере, сотрудничал с изданиями «Грани» и «Советский спорт». В век цифровых технологий появилась неограниченная возможность заниматься любимым делом, говорит автор. На открытии выставки его коллеги, друзья, единомышленники. Это должно явиться продолжением развития генеральной идеи создания музея фотографий в Чебоксаре. Потому что город пока не создал музей города, но фотография – это тот уникальный документ, который отражает историю всего. Может быть, министр культуры сегодняшний, которому передана функция ведения туристического развития туризма, въездного, внутрироссийского, в большей степени министерство наше озаботится тем, что в той замечательной плеяде чебоксарских музеев, которые стоят и в этой зоне, и не в этой зоне, а вообще в Чебоксарах, возникнет, в том числе и музей фотографии, и, я говорю, музей фотографии и Чувашского кино. Все, что связано с фотографией, все, что не нужно, не надо выбрасывать. Лучше это отдать и специалисты проверят. И таким образом это будет маленькая лепта каждого жителя Чуваши в создании той же жемчужины. Выставка спортивной фотографии в Национальном музее продлится гораздо дольше Олимпийских игр. Поэтому можно и за Россию поболеть, и фотографиями полюбоваться. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Таван-радио теперь может послушать любой желающий. Для этого не обязательно настраиваться на FM-волну 100 и 3. 7 февраля обещание доступно онлайн на сайте Национальной телерадиокомпании Чуваши. www.ntrk21.ru В сетке вещаний ежедневные новости, общественно-политические, просветительские, развлекательные, интерактивные программы. Актуальное интервью по теме дня. Также в эфире Таван-радио можно услышать лучшие программы Национального радио, радиоспектакли, концерты классической и современной музыки. Несмотря на небольшой срок существования, Таван-радио уже полюбилось жителям республики. Его все чаще можно услышать в радиоприемниках торговых центров, маршрутных такси и в личных автомобилях. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Хороших выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА